У меня были страны такие ужасные, эти самые серого цвета, светло-светло-серого цвета, которые висели мешком просто. Такая рубашка была, а, рубашка, помню, даже рубашка была. Она не перенесла с этим веселеньким, полосочкой с красненьким. Такая рубашка еще была ничего, такая веселенькая. Его мама любила дать тебе рубашечку, глазка подходит, и она любила носить эту рубашечку. А вот, что касается брюка, это было кашлево. Это были шерпотребовские обычные брюки в магазине. И какой-то у них был ужасный вид. Первое, что мы сделали, мы нашли, это же тоже была целая проблема. Там же нельзя было купить модные штаны, которые, говорит, а на тот момент клеш было модно. Ничего купить было нельзя, и у Миши какого-то знакомого, какой-то знакомый портной, какой-то знакомый портной, который шил клеш от бедра, где-то там, да еще и ткань купить было нельзя. Ой, я тебе маля. Мы с каким-то другом перейдем на Бордовую, почти коричневую. История вот какая-то. Тогда нельзя было ничего купить практически, такого, чтобы на дело хорошо. Можно было купить, надеюсь, сказать, хрен с ним, главное в зеркало не смотреть. Вот это было. И, значит, а тут у нас, ребята же молодые, и у нас в группе был парень, такой модный, хорошая фигура парень, из-под Смоленска, из города Гагарина. И вот, значит, он нашел какого-то портного. Недалеко, прямо вот на той же улице, где наш институт стоял, там было отелье, нет, это было отелье, вот в доме номер 3 по энергетической улице. Значит, и там было отелье, и там был некто Петрович, такой мужик, хороший, на поддате периодически, такой лет, не знаю, 42-43, там. И он вот шил вот эти штаны, клеш от бедра. Я знаю. И он в эти штаны, во время примерки, он туда встряхивал человека, то есть он, значит, застегивал, то есть они не нарезали, и он так вот это, бух, так, и он, и ты в них попадал. Вот это вот, и дальше оно как-то застегивалось, и это было то, что надо, это то, что все хотели. И вот, значит, насчет тканей, действительно, с тканями были какие-то проблемы, но относительно проблемы. То есть, грубо говоря, так, чего-то такого очень хорошего ты не купишь, но там за какие-то там 12-13-14 рублей метр, а мне нужно было метр 35 на брюки. Значит, вот они там, ну, хорошо, ну, 15-15 рублей там на тканью, я знаю, 20 рублей на ткань, и пошить стоило 15 рублей, и еще 5 рублей давали сверху за пошив. То есть, фактически за 35 рублей получались готовые брюки. Но, опять же, если измерим со стипендии, которая вся была обычная 40 рублей, а повышенная 45 рублей, то, в общем-то, было не дорого. Со стипендии не за самую, но все равно с другими брюками, которые кто-то купил бы в магазине, на которые страшно смотреть и так далее. Ну, не 12 рублей стоили они, 35 это было дорого. Но я хочу что сказать, что мы тогда подали уже заявление в ЗАГС, то там была такая, молодожену давали купоны специальные, на то, чтобы они отговаривались в магазине для новобрачных. И вот, значит, мы в этом магазине, во-первых, на всю стипендию мы купили кольцо меньше, 42 рубля купили кольцо обрача, а во-вторых, там были, например, с белой рубашки, и их можно было купить сколько-то штук, потому что с рубашками вообще такого размера была проблема. У него руки длинные, ноги длинные, ему нужен другой рост большой, и шея там все это. Если ты три раза, если ты раз в неделю отдашь три рубашки, эти три недели займет, покрасить в один и тот же цвет, они все будут разными. То есть, как бы стабильности цвета не было. Но дело не в этом. Дело в том, что, во-первых, эти рубашки линяли, их нельзя было ничем больше стирать, то есть ты более-неволе уже был привязан к этому цвету, а во-вторых, они все были с красноватым, с тем или иным оттенком, и у Миши была целая куча розовых рубашек. Они пришел, блин, такие розовые, всякие розовые. Он находил этих темно-бордовых штанах, темно-темно-борд, ну, почти коричневых, и вот эти вот розовые рубашки, но, во всяком случае, это было гораздо лучше, чем вот в тех штанах. Ну, я ей нравился в этом виде. А, пошел. Да, а еще там история получилась вот какая-то. Почему я ходил в таких страшных таланях? У меня есть старший брат, который на 7 лет старше. И в какой-то момент ты дорастаешь до брата, так? А я еще немножко выше. Ну, вот он, допустим, если я 186, то он, может быть, 180, 182, но в какой-то момент я до него дорос. И тогда начинается, как некоторая конкуренция за пиджак, за штаны, за что-то. Но оно короткое было еще. Но комплекция у нас немножко разная, поэтому получалось так, что вот мне его штаны, они были немножко, может быть, коротковатые. Ну, бухи был ли? Вухи. Вухи. Как же? Вああ. Вухи Буквуж determinar. Мухи Буквести. Книг. Мухи Буквест. Мухи.